В эфире «Вести утро» Карачаева, Черкесия. И я вас всех приветствую. А вот будет ли ветер перемен? Сейчас мы узнаем. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом днём на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,5, в горах минус 1, минус 6. Днём плюс 9, плюс 14, и местами плюс 2, плюс 7 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный с переходом днём на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, плюс 2, днём плюс 12, плюс 14 градусов. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялось заседание Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка в республике. В ходе собрания прошло обсуждение о результатах деятельности данного подразделения и утверждение плана работы на следующий год. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Наш совещательный орган направлен на поддержку в становлении воспитаний подрастающего поколения, отмечают члены Совета отцов при уполномоченном по правам ребёнка Карачаева-Черкесии. Всех участников заседания поприветствовала председатель общественной палаты региона Елена Ляшова. Она подчеркнула, что рулятца незаменима в построении общества и сегодня нам необходимо всячески поддерживать данное подразделение. Мы очень рады, что они выбирают именно нашу площадку, именно здесь проводят свои заседания. Это говорит о том, что не просто им нужен зал, а это значит, они хотят получить тот заряд, ту бодрость, ту ауру, которая есть в общественной палате. И в принципе мы с вами делаем одно дело. Я просто вижу все знакомые лица тех людей, которые тесно взаимодействуют с общественной палатой. В ходе заседания члены Совета отцов обсудили вопросы касаемо патриотического воспитания молодёжи. Также в мероприятии принимали участие представители духовенства, которые отметили необходимость обращения внимания на духовно-нравственное состояние молодого поколения. Руководитель уполномоченного по правам ребёнка Карачаева-Черкесии Мария Алакаева подчеркнула, что Советом отцов проделана большая работа и приятно видеть, что многие общественники оказывают им поддержку. Папы, они как мужчины, как глава семьи, видят те моменты, которые не видим, допустим, мы упускаем. Это может быть где-то открытый люк, это может быть где-то не установлен пешеходный переход, там, где он должен быть, там, где он необходим. Плюс для меня лично и для аппарата уполномоченного это всегда помощь и поддержка в наших мониторингах. Ежегодно проводятся мониторинги питания детей в школах, кроме того, безопасности детей в школах и оснащение медицинских кабинетов. На сегодняшний день нам необходимо активизировать наших членов Совета, которые находятся в районах республики. И мы уверены, что только сообщаем, мы можем достигнуть наших намеченных целей, отмечают представители данного совещательного органа. В перспективе, в принципе, это создание Совета отцов местных отделений, то есть, скажем так, район. У нас есть, в принципе, районы, но недостаточно активно они действуют, поэтому будем стараться в этом направлении работать. Но опять-таки продолжение той работы, которая начата, это то, что касается и безопасности детей, это то, что касается соблюдения их прав тоже детей. В завершении встречи состоялось подведение итогов фотоконкурса «Мой папа – самый лучший», посвященный Дню Отца. В итоге победителями были признаны шесть участников, которые будут награждены ценными призами. Алихан Эпшоков, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Этот эфир завершен, а через несколько минут выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите Вести вместе с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи! Продолжение следует...